Про что нужно помнить постоянно, это что каждый из нас может оказаться на месте пациента и на месте родственника. Вот если эта мысль из головы не вылезает в этот момент работы, то тогда будет так, как надо. Все то, что Вера Васильевна дала этому хоспису, основано на том, что ее позиция всегда была с лежачего места. Она всегда видела себя лежащей в кровати пациента. Вот она лежит и тогда, что она хочет, чего ей нравится, чего ей больно, где у нее чешется. Ногти необработанные, до тумбочки дотянуться трудно, голова чешется, под грудью вспотела, ногти нестриженные на ногах, пятки заскорузлые. Вот от этого все шло. И качественная медсестра, санитарка, врач хосписа, это человек, который легко может представить себя лежащим на этом месте. Вот и все. Вот что приведет к нужному результату. Есть какие-то вещи, которые без этого невозможно представить. Вот мамины обходы, у Лиды есть там несколько записей старых, мамины обходы всегда начинались с того, что она, входя в палату, двигала тумбочки. Потому что мы их ставим, чтобы было красиво, кровать-тумбочка, кровать-тумбочка. Она их всегда ставила, чтобы было удобно. Она всегда выдвигала тумбочки вперед, чтобы лежачий человек не вот так же вставал что-то туда, а вот так, понимаете? Никогда не выясняйте отношения между собой. Ты принеси, нет, ты принеси, нет, ты подержи, нет, вот это тебе делать, я это мне делать. Не потому, что это правильно, это нормально. Тем более в женском коллективе без этого не может быть. Но вот за дверью палаты нельзя. Это, ну, человек хочет чувствовать, ложитесь на эту кровать мысленно. Он хочет чувствовать, что вы туда приходите для него. Я очень хорошо помню, как мама проверяла во время обходов, прям, она, я говорю, она была совершенно небрезгливая и при этом не заморачивалась, к сожалению, вопросом, что там нужно обязательно руки помыть. Потому что она подходила к женщине, так, хоп, под грудью и говорила, девочки, ну у вас так пахнет, тут тоже так пахнет не должно. Раз пальцем в пупок и говорила этим женщинам, это я не к вам в пупок лезу, это я к ним лезу в голову ко всем, кто тут зарплату получает. Это не к вам, чтобы, ну, чтобы не обижать, да. Потом какие-то еще вещи, вот заповеди, я не знаю, вы их все знаете, их все всегда знают, но про них забывают. А это совершенно офигенная вещь, эти заповеди. Не спеши, находясь у пациента, не стой над пациентом, посиди рядом. Как бы мало времени ни было, его достаточно, чтобы сделать все возможное. Если думаешь, что не все успел, то общение с близким ушедшим успокоит тебя. Вот этот конец сейчас не важен, про близкого ушедшего. Как бы мало времени ни было, его достаточно, чтобы сделать все возможное. Вот у вас часто бывает ситуация, когда вы понимаете, что вам нужно бежать еще делать к следующему что-то, а этот с вами разговаривает и уйти неудобно. Она бывает в день 40 раз. Очень простой рецепт, как этого избегать. Если человек адекватный в общении, не неадекватный, держит за руку, не отпускает, здесь, ну, ничего не сделаешь, только самой звонить на срочный вызов, ждать, когда кто-то придет и просить постоять. А адекватный человек, вы говорите, Мария Ивановна, у меня 3 минуты. Это там что-то включает в голове у Марии Ивановны. И она понимает, что только вы сначала говорите, что у вас 3 минуты, а потом начинаете говорить с Марией Ивановной. А вы начали разговор, 3 минуты прошли, и вы говорите, я больше не могу, извините, мне нужно... Вообще не выключайте, точнее, включайте артистку. Это очень важная вещь. Она, во-первых, есть в каждой женщине, а во-вторых, это очень важно, потому что гораздо правильнее, если даже вы сочувствуете родственнику или пациенту, гораздо правильнее включать артистку, потому что если вы всех будете на 100% через вот тут пропускать, вы сдохнете. Но вот эта артистка, в этом нет ничего плохого. Нет ничего плохого в том, чтобы лишний раз взять за руку, лишний раз... Это же не... Арктриса, это же не неискренне. Это просто так, как человек хочет получить. Понимаете? А это самое главное, сделать то, что он хочет получить. И очень важно, вот это... Почему я эту заповедь прочитала? Потому что очень важно посидеть, особенно когда люди большие, как Настя или как Ира. Посидеть, спуститься на уровень человека, сесть с ним рядом. Есть, опять же, эти нормы гигиены, что там на кровать нельзя присаживаться. Можно присаживаться на кровать, нужно. Представьте себя на месте человека. Вы болеете. И если вы болеете, и приходит там муж или мама, пододвигает стул, и садится на стул, и смотрит на вас рядом, возникает ощущение больницы. А если мама говорит, ноги подвиньте, и садится рядом, то возникает ощущение мамы. Да? Это совершенно разные вещи. Садитесь, двигайте эту заднюю кровать. Ну вот, человек там лежит, вы говорите с этим. Сядьте вот сюда, на эту кровать, и говорите с этим. А потом наоборот, на ту кровать, и говорите с этим. Это какие-то мелочи, которые очень значимые. Значит, когда вы убираете палату, говорите с ними. Говорите с ними, говорите с теми, кто адекватен, говорите с теми, кто хочет общаться. И когда сидят родственники в палате, спросите, можно ли помыть палату. Они же вам не скажут нельзя. Но если... Они скажут, конечно, это же надо. Но если вы зашли и начали мыть, и не спросили, это вмешательство в их жизнь. Вообще вопрос к пациенту или к его родственникам, это одна из основополагающих вещей. Потому что инвалидизированный человек, в той степени, в которой инвалидизированы наши пациенты, это человек, лишенный права принимать элементарные решения. Он не решает, когда ему писать, он не решает, когда ему мыться, он не решает, когда ему есть, он не решает, что ему есть, он даже не решает, вот в случае сегодня с Ирой, когда ему тряпку мокрую в рот засунулась. Он ничего не решает. Поэтому максимально задействуйте их в принятии решений. Во-первых, нужно обязательно информировать. Если человек малоадекватный, тихий, в сопоре, уже в коме, уходящий, под промедолом загруженный, какой угодно, всегда говорите. Вот представьте себе ситуацию. Опять же, кладите себя на эту кровать каждый раз. Представьте себе ситуацию, что вы спите, кто-то не хочет вас будить, хочет действовать аккуратно и принес вам дополнительное одеяло. Вы спите, этот человек, чтобы быть максимально деликатным, на цыпочках пришел, принес одеяло, к вам наклонился и спящему ему говорит, Ир, я одеяло принесла. У вас вы отписываетесь просто. А если вы, входя в палату, начинаете говорить, Иван Иванович, это Катя, я зашла тут, холодно, я с другим одеялом, я сейчас вам положу одеяло, вот я кладу одеяло. Но мы не знаем, никогда не узнаем, слышат они или не слышат. Но нет, что значит никогда не узнаем? Судя по некоторым примерам, таким как ЦОЛОК, все они слышат. Все они слышат. И действия нужно комментировать. Всегда. Человека более упрямого и мощного, чем мама, я в жизни не встречала. Но с ней можно было договориться так. Мы ей давали время. Мы ей говорили, значит, через сколько можно поменять памперс? Она говорила, никогда. Нет, ну давай, через сколько? Вот сейчас не можешь, не могу. Когда сможешь? Через полчаса. Хорошо, приходишь через полчаса, тогда как бы, ну уже, ну, есть какая-то договоренность, да? Это так же, как реакция на уборку. То есть вы спросили, она одна, не спросили, она другая. Есть договоренность. Но действительно, вот, ну, она очень серьезно говорила о том, насколько мучительно для лежачего пациента все эти процедуры. Учитывайте это. Не делать этого нельзя. Почему все должно стоять симметрично и вдоль стены? Ну, хрень какая-то. Крова, они смотрят телевизор. Вот так, значит, тут больной, тут больной, тут больной, тут больной. Телевизор тут. Как вот этот человек может смотреть телевизор? Вот так. Ну, значит, посмотрите вот этот телевизор сейчас. Вы же лежите. Значит, надо, вы зашли, увидели, что они смотрят телевизор, поставьте кровати по диагонали, потом переставите. И это такая совковая штука. Я переставлю, а мне потом вставят. Кто вставит? Я, может быть, тысячу раз не права. Но мне правда кажется, что отчасти во многом с взрослыми и стариками работать труднее, чем с детьми, потому что у них настолько больше жизненный опыт, они настолько больше видят несправедливости, чем дети. И тоньше чувствуют обиду, потому что ребенку главное, чтобы мама была рядом. И плюс у него нету опыта столкновений там с какими-нибудь жеками, начальствами, со всякими, ну вот со всякими, где тебя бесконечно унижают. А к 70 годам в нашей стране человек такую школу унижения прошел, что он готов быть униженным еще до того, как его унизили. Понимаете? Поэтому они многие вещи воспринимают очень покорно. Это покорность несвидетельства качественной работы. Равно, как я говорила на нескольких конференциях, благодарность родственников несвидетельства качественной работы. Благодарность родственников свидетельства их уязвленного состояния и того, что они как в японском... Я сейчас перезвоню, прости. Как в японской традиции, они уже вот так вот все уже. Это счастье, что есть некоторые агрессивные, которые вдруг у нас там, оба, и что-то нас вдруг убивают из колеи. Но в основном-то все-таки не агрессивные. И вообще то, что появляются требовательные и требующие, свидетельствует о том, что все-таки общество в какой-то степени меняется и перевоспитывается. Сегодня две вещи я хотела, чтобы вы услышали. Первое – это кладите себя на эту кровать все время. А второе – это садитесь рядом. Вот именно физически сесть рядом, не стоять. Ну и еще какие-то мелочи я упоминала там про разговоры, про телефон, про звонки. Но вот эти две основные – себя кладите с точки зрения удобства и ощущений. Почувствуйте, вот если вы сейчас, то что вам нужно, до чего удобно должно быть дотянуться. Это не для всех, кто-то у нас уже ни до чего не дотягивается. Кто ни до чего не дотягивается. Что ему сейчас дискомфортно? Свет в глаза, ветер из окна, шумно за дверью. Сосед храпящий, значит, надо может быть. Или наоборот, это совсем… Ну, понимаете, ситуация, когда нужно переменить людей в палате, да? Это можно обсудить и всегда сделать. Пятки заскорузлые, кожа сухая. Вот это. Вот это. Продолжение следует...